Обзор робота-пылесоса Smart Robot Vacuum Cleaner T1 Емкость литий-ионного аккумулятора 5200 мАч Мощность 50 Вт Площадь уборки 200 м2 без подзарядки Вес пылесоса 3,6 кг Уровень шума, как и у большинства таких пылесосов, 70 дБ Максимальный перепад поверхности 18 мм Объем пылесборника 400 мл На панели пылесоса расположены кнопки управления Кнопка включения питания При длительном нажатии включает или отключает пылесос Когда подсветка на кнопке начинает мигать, это значит, что пылесос готов к работе Кратковременное нажатие активирует функцию режима уборки Вначале пылесос сканирует помещение, затем приступает к уборке Кнопка частичной уборки Кратковременное нажатие активирует частичную уборку Пылесос убирает вокруг себя территорию размером 1,6 на 1,6 метра А затем возвращается в исходную точку Нажатие ставит уборку на паузу Кнопка зарядки Кратковременное нажатие активирует функцию зарядки При включении пылесос ищет зарядную станцию и отправляется на подзарядку Для отключения пылесоса нужно среднюю кнопку удерживать более 3 секунд Для того, чтобы сбросить Wi-Fi, необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку частичной уборки Кнопку зарядки более 3 секунд При нажатии на любую кнопку приостанавливается любое действие Сбоку пылесоса расположена кнопка принудительного отключения питания При кратковременном нажатии она отключает питание На крышке расположен лазерный датчик расстояния Сверху крышка лазерной головки При нажатии на нее срабатывает датчик давления крышки лазерной головки По бокам и спереди расположены датчики расстояния до стены ТОВ А также дополнительные инфракрасные датчики зарядного устройства Спереди расположен датчик столкновения Спереди пылесоса есть прорезиненная накладка для оберегания мебели от ударов Пылесборник находится сзади пылесоса Для того, чтобы его достать, нужно нажать на кнопку и достать пылесборник Вот так работает кнопка открытия пылесборника По бокам пылесоса расположены вентиляционные отверстия Снизу пылесоса расположены контакты зарядной док-станции Ведущие колеса Датчики края горизонтальной поверхности Универсальное колесо Две вращающихся боковых щетки Доступ к вращающейся щетке хорошо продуман и удобен В задней части расположены контакты док-станции для очистки пыли В комплект принадлежности для робота пылесоса входит Резервуар для воды Многоразовая салфетка Десять одноразовых салфеток Которые крепятся на липучке Продолжение следует... Сбоку резервуара находится фиксатор Для снятия резервуара необходимо нажать фиксаторы Модуль мытья полов состоит из бака для воды Вода на салфетку поступает через фильтрующие элементы Есть датчик определения моющего модуля Для удобства очистки пылесоса в комплект входит щеточка для очистки с ножом Для очистки от шерсти и волос Пылесборник состоит из крышки пылесборника и емкости для пыли Далее идут несколько фильтрующих элементов Все детали заменяемые, легко разбираются и чистятся Подписывайтесь на канал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Зарядная станция состоит из индикатора зарядки Зоны излучения сигнала, контактов для зарядки С обратной стороны расположен порт питания Обратная сторона станции имеет прорезиненные подставки, чтобы исключить скольжение Устанавливать станцию необходимо вплотную к стене С тем условием, чтобы слева и справа было свободное расстояние не менее полуметра А спереди метр двадцать Для включения процесса зарядки необходимо нажать кнопку зарядки Устройство автоматически найдет базу для зарядки Цвет кнопки питания указывает на мощность аккумулятора Если горит белый свет, мощность более 15% Оранжевый мигающий свет, мощность менее 15% Когда заряд недостаточный, пылесос может не включиться Тогда нужно установить его вручную на контакты зарядной станции Оранжевый индикатор кнопки питания всегда горит во время зарядки